Всех приветствую, друзья, с вами я Ник, и в этом ролике я расскажу, что такое крысиные бега, как они попали в мою жизнь и как на своей шкуре действительно я их ощутил. Не будем медлить, начинаем. Дисклеймер. Очень важно, что этим роликом я не хочу никого оскорбить и никого обидеть. Кто живет той жизнью, которую я описываю в этом ролике, ни в чем не виноват, и я ни в коем случае не обвиняю вас и никак не хочу принизить ваши достоинства. Если вам нравится такая жизнь, то в этом ничего плохого нет, продолжайте жить и наслаждаться. Это видео адресовано людям, которые не хотят жить той жизнью, которую я буду описывать в этом ролике. Я как человек, который проникся, который почувствовал на себя крысиные бега, я смогу рассказать вам, что я чувствовал. И также в конце ролика я вынесу умозаключение, что же в итоге я решил делать и как я решил эту проблему. Мы начинаем. С чего вообще все началось? То есть, как вы многие знаете, что весь год я усердно учился, нет, я ебланил, и думал, что все лето я буду работать. В общем-то, я хотел лето проработать, заработать деньги и, в принципе, это и была общая цель лето, как бы заработать деньги, чтобы чувствовать себя как-то получше и с подушкой под головой. Вот, в принципе, последнее лето, крайнее, 22-го года я так и провел. Я работал по 6 дней в неделю, по 10 часов, 11-12 даже бывало в день и заработал хорошие деньги. Меня это устраивало и, в принципе, весь год потом я себя чувствовал прекрасно. Ну и, конечно же, это лето, это лето я хотел провести точно так же. Я договорился со своим начальством, договорился на 4 рабочих дня в неделю. Почему 4, не спросите вы меня, почему не 6, как в прошлый раз? Потому что в это лето у меня есть еще множество дел, которые мне нужно делать. Это тренировки, в первую очередь, потому что, ну, тренировки, они проходят по дням, по определенным часам, и поэтому в это время я никак не могу работать. И, в принципе, у меня есть множество своих дел, которые я должен выполнять. Это работа на компьютере, монтаж роликов, съемка роликов и также, в принципе, ну, мне есть чем заняться. Поэтому мы сошлись на 4 сменах в неделю, это удобно и моему руководству, и мне удобно. Ну, такой компромисс сошли. В принципе, отлично, я посчитал, что заработаю деньги, которые я хочу заработать за это лето, и приступил к работе. Как все начиналось? Начиналось все отлично, начиналось все суперски. Я себя чувствовал просто отлично, я кайфовал с работой, кайфовал с жизнью. Везде был один позитив. Я работал на той работе, которую я хочу работать, за те деньги, которые я хочу работать, и, в принципе, наслаждался. Все было классно до одного момента. Но что изменилось? Что изменилось? И это было такой отправной точкой, на самом деле, в моих крысиных бегах. Так вот, друзья, я начал замечать, что я перестал успевать то, что успевал ранее. То есть раньше, условно, когда я ходил в школу, у меня учебный день состоял из 5-6 максимум часов, и, в принципе, у меня был потом условный весь день для того, чтобы заняться своими делами, заняться спортом, снять видео, смонтировать. Ну, в общем-то, время было действительно. Здесь же, когда я начал работать по 11 часов в день, ну, средняя смена моя была, наверное, 10 с половиной часов в день, то я начал действительно не успевать. Я начал замечать, что я не успеваю проворачивать тот объем работ, который проворачивал ранее. В дополнение к тому, стал мой друг, который, ну, как бы подтвердил то, что действительно у меня тоже нету пиздец времени. Я ничего не успеваю. Я просто, ну, я исключительно работаю. И я начал понимать, что моя жизнь стала, ну, стала работой. То есть, если раньше большую часть времени я занимался собой, занимался своим развитием, занимался своим прогрессом, то сейчас моя жизнь стала на просто, на такую гигантскую долю состоять из работы, наверное, даже на большую долю. Она просто зашла в дверь, вышибла ее и сказала, теперь я буду главный здесь. Если я раньше успевал и побегать, и позаниматься спортом, и поучиться, почитать книгу, позаниматься другим языком, еще кучу дел делать, то сейчас этого нет. Я, условно, просыпаюсь, я иду на пробежку, занимаюсь своими делами, работаю на компьютере, успеваю снять ролик и даже не успеваю его смонтировать. Я уже не говорю про зал, про который я вообще забыл на долгое время, потому что, ну, у меня просто нет времени. Нет времени туда сходить. И не подумайте, пожалуйста, что я сейчас вам жалуюсь и плачусь тут. Ни в коем случае! Я не хочу у вас вызвать чувство жалости и сопереживания. Вы можете даже посмеяться, блядь. Ник, ты что шутишь? Четыре дня в неделю, по десять часов. Ты шутишь, блядь? Люди работают на заводах. Я ни в коем случае не осуждаю людей, которые работают на заводах. Если бы не люди, которые работают на заводах, я не думаю, что я бы мог сейчас снимать этот ролик. Работают по десять, двенадцать часов ежедневно, по шесть часов, ой, по шесть дней в неделю. И ничего, блядь, справляются. Отлично, отлично. Но я не привык к такой жизни. Я не привык так жить, я привык совершенно к другим стандартам. И поэтому, когда моя жизнь настолько кардинально меняется, буквально за полмесяца, то у меня возникает большой шок. У меня возникает такой прям вау. Не подумайте, я не сидел и не рыдал. Боже мой, что мне теперь делать? Я ничего не успеваю. Нет. Конечно же, такого не было. Я поговорил с другом, и он мне сказал точно то же самое. Он тоже, в общем-то, работает все лето. И он рассказал, что, ну, он идет на работу, работает в ночную смену, как и я. Приходит домой, спит. Утром просыпается. У него есть буквально полтора-два часа для того, чтобы там что-то поделать. Он, естественно, час только раздупляется, потому что ночная смена – это тяжелая вещь. Час раздупляется, у него остается час до выхода на работу. И вот это вот чувство, что вау, что я успел сделать дома, я успел поспать. Прикольно, прикольно. А как же поработать на компьютере? Как же почитать книжку, которую, допустим, он обожает читать? Не было такого. И это действительно сильно меняет твое сознание. Ты понимаешь, что вау, то есть я сейчас живу как бы ради работы. Я сейчас живу ради того, чтобы просто жить. Ну, то есть я существую для того, чтобы работать, для того, чтобы выживать. И вот эта цепь, она начинает пугать. Я подошел к мойщику на своей работе и спросил, а как ты, ну, то есть, как проходит твоя рутина? Как проходит твой день? Расскажи мне, чем ты еще занимаешься в свободной от работы время? На что он мне сказал? В свободной от работы время? Это как? Он приходит на работу к 15 часам, работает примерно до 4-5 ночи, спит 6 часов, и у него остается примерно час, чтобы побыть дома, чтобы раздуплиться и пойти обратно на работу. И так он работает с одним выходным в день. Это меня действительно шокировало. Это, ну, это действительно, представьте, работать по 14-13 часов в день на протяжении 6 дней в неделю, на протяжении месяцов. И у тебя на свою жизнь, на личную жизнь, дома что-то поделать, там, не знаю, с родственниками, какие-то встречи, там, может быть, заняться развитием, у тебя просто нет времени. У тебя просто нет времени. Да, он зарабатывает приличные деньги. Но все мы понимаем, что все-таки это мойщик, это не какой-то высококлассный профессионал и мастер своего дела, который будет получать там реально, реально весомую зарплату. Нет, конечно. Конечно, это все еще такие, ну, то есть, не о чемные деньги по меркам мира. Но просто вот сам факт того, что некоторые люди действительно так живут, и то, что я на секунду, на какую-то долю мгновения, я ощутил, как будто я ногу окунул просто в это море. Я, блядь, мне холодно стало. Мне холодно стало. И что я вообще хочу сказать? Почему я снимаю это видео? И в чем посыл этого ролика? Я хочу сказать вам, молодым парням и девушкам, ну, в принципе, меня смотрят 100% мужской аудитории, потому что поэтому... Давайте, ребятки. Вот. Хочу сказать, что вы пока амбициозны, пока вы рветесь. Если вы закончили, допустим, школу, закончили уник, и вы пошли на работу, и вы начали чувствовать, что, ебать, моя жизнь превращается в работу. Моя жизнь превращается вот в этот круг, где я работаю и работаю, работаю и работаю, работаю, сплю, работаю и сплю, вот эта вот херня. Не уходите в этот головой, не ныряйте в этот омут, не ныряйте в это море, потому что оно, блядь, вас засосет. Потом выбираться очень сложно, потом выбираться прямо гиперсложно. Я, ну, знаю, вы тоже знаете кучу случаев, которые действительно так работают всю жизнь, на какой-то нелюбимой работе, которую они ненавидят, какой-то хернёй занимаются, и просто делают это, потому что по-другому нельзя, потому что по-другому не могут. Так вот, максимально находите время, всё-таки, для своего развития, для того, чтобы улучшать свои скиллы в том, в общем-то, в чём вы хотите преуспеть, и обязательно вы сможете прийти к этому. Главное, не забывайте про это и не уходите в работу с головой, я вам так скажу, друзья. Важная новость! В моём сообществе вышел пост, где я спрашиваю про тот контент, который вы хотите видеть на этом YouTube-канале, потому что лично для меня сейчас такой точка, точка И, где я не совсем понимаю, какой контент вы действительно любите, потому что я вижу, что ролики про воздержание супер залетают, и они вам нравятся. Но в то же время, лично мне нравится снимать множество других роликов про спорт, про подобное сейчас, про жизнь, про какие-то свои истории из жизни. Для меня эти истории, я бы даже сказал, более интересные, чем видео про воздержание. Ну, а чё, воздержание достаточно измытая тема, и куча контента на YouTube. Но прикол в том, что такие ролики набирают по 100-150 просмотров, когда ролики про воздержание набирают 1000. Поэтому понятно, что у меня стимул снимать ролики про воздержание гораздо больше. Но если вы скажете, что конкретно вам интересно, может это ролики про спорт, истории из жизни, или какое-то другое направление, или всё-таки воздержание, я обязательно к вам прислушаюсь и буду снимать этот контент. Поэтому заходите в сообщество YouTube, заходите в Telegram, беседу со мной, где я со всеми общаюсь, пишите меня там, пишите меня здесь, я везде отвечаю, комментарии, я на связи. Спасибо за просмотр, всем хорошего дня!